Современная народная мудрость гласит, готовься они летом, а новогодний корпоратив планируй с осени. Где организовать банкет или вечеринку? Какими блюдами удивлять гостей? Как распланировать бюджет? От этих вопросов голова идет кругом. Но не у кейтеринговой компании «Фрэш Групп». Богатый опыт выездного обслуживания, море кулинарных рецептов, креатив – все это нарабатывалось не один год. Важно прежде всего умение выстраивать бизнес-систему. Не важно, чем заниматься – стройкой или общественным питанием. Команда – это основа любого бизнеса. Руководитель не может знать все в деталях о том, чем занимается. Он не может быть поваром, юристом или сервис-менеджером, если касаемо кейтеринга. Он должен уметь формировать команду, которая будет удобно взаимодействовать, давать результат. И, по сути, знаний руководителя должно хватать только на то, чтобы выбрать тех людей, которые действительно будут грамотно функционировать в том механизме, который он создал. Доставка суши на дом, питание на борту самолета, обеды в школьной столовой – это все кейтеринг. Видов множество. От еды на вынос до организации банкета по случаю инаугурации президента. Для организации приемов официальных лиц в Южном федеральном округе именно кейтеринг мероприятий приглашают зарекомендовавшую себя компанию Павла Харламова. Когда мы обеспечивали прием наследников царской семьи, у нас была задача найти в архивах меню царского обеда. Это было очень интересно, во-первых, потому что никогда не знал, что тот же самый салат оливье, но только с раковыми шейками и красной икрой был в царском меню уже в 1910 году. Или когда мы обеспечили прием Сильо Берлускони, который приезжал сюда в 1915 году. Итальянцев кухне удивить очень сложно. Можно делать все то же самое, но только есть такое правило. Главное, чтобы блюдо стремилось вверх. Если ты в тарелке что-то поставил, оно тянется к солнцу, значит это блюдо для итальянцев подойдет. В этом виде бизнеса, говорит предприниматель, основное не салат и не способ его приготовления. Важны эмоции и вкусовые впечатления. Я всегда своей команде говорю, что мы не должны забывать, что мы не продаем еду, мы продаем атмосферу. Поэтому на каждом мероприятии все зависит от того, какая концепция мероприятия, форма официантов, способы подачи блюд. Все вместе это создает действительно уникальную атмосферу. И все вместе может привести к тому, что человек понимает, что он попал в особенное место и остается довольным. С раннего детства Павел стремился к независимости, а это только открытие своего дела. После школы пошел работать и к 35 годам успешно реализовался в разных видах бизнеса. Владел охранным предприятием, занимался оптовой торговлей, ремонтом домов, гостиничным бизнесом. Не так давно в послужной список добавилась консалтинговая деятельность. Мечтать о начале своего бизнеса можно всегда. Вот быть готовым к его началу, это уже немножко другая история. Но опять же подготовиться к этому невозможно, кроме как головой созреть, что я хочу свой бизнес, я хочу быть независимым, я хочу получать удовольствие от жизни. Но тут надо сразу понимать, как только у тебя появляются мысли о том, что я хочу, еще сразу надо понимать, что появятся обязанности. Я буду должен делать это, много работать, рисковать. И все будет зависеть исключительно от меня. Если мне хватит силы воли, выдержки и дисциплины, то я добьюсь успеха и изменю свою жизнь совершенно в новом ключе, она заиграет. Я базировался на собственном опыте, анализировал свои ошибки, анализировал свои пути и научился принимать правильные решения. Верным решением стало и участие в конкурсе «Лидеры России-2017». Попробовал, дошел до полуфинала. Важной оказалась обратная связь. Эксперты дали объективную оценку профессиональным компетенциям, что серьезно помогло в работе над собой. А в результате победа год спустя. Конкурс дал очень много именно в плане общения с разнообразными людьми, с разного направления деятельности. И, конечно же, придал уверенности в собственных силах, потому что я поставил задачу пройти в финал, я ее добился. Плюс поступала большая масса предложений по дальнейшей работе. Но я пока остался в собственной компании, потому что для меня это сейчас важнее. Павел начинал свое дело во времена Украины. Говорит, бизнес существовал не благодаря поддержке государства, а вопреки. После вхождения в Россию все изменилось кардинально. Во исполнении майских указов президента и федеральная, и муниципальная власть делают все для того, чтобы поддержать начинающих предпринимателей. Недавно, например, открылся центр «Мой бизнес», в котором вообще очень удобно получить любые услуги, связанные с ведением предпринимательской деятельности. От открытия юридического лица или ИП до любых консультаций, налоговой, ДИЗО, кого угодно. Любые вопросы можно решить, придя просто в центр «Мой бизнес». Также там предоставляются рабочие места, плюс кавортинговое пространство, где любой желающий может провести какую-то свою деловую встречу. Если это какие-то фрилансеры, там они могут начинать работать. Плюс по факту государство выделяет огромные деньги на субсидии и гранты молодым предпринимателям. Плюс сейчас существует множество общественных организаций, занимающиеся защитой предпринимателей. При помощи них можно достучаться до любого органа власти, получить консультации и быть уверены, что твою позицию будут защищать. Например, опора России. В Крыму есть все условия, чтобы увеличивать поток туристов. Государство поддерживает программы такого плана, выделяя и вкладывая деньги в развитие инфраструктуры. Параллельно с кейтерингом команда Павла Харламова работает над новым проектом в сфере гостеприимства. Мы в свою очередь заинтересовались проектом по созданию экофермы с гостиницей, где каждый желающий может посмотреть все стадии развития продукта от коровы, которая дает молоко, до превращения всего этого в сыр. И не просто в сыр, а выдержанный сыр. Я думаю, что уже через пару лет мы сможем составить серьезную конкуренцию. То же самое с мясными деликатесами собственного производства. И хамоном мы тоже, думаю, составим серьезную конкуренцию. Если говорить о конкурентах, вы их грамотно устраняете или конкуренция – это всегда хорошо? Конкуренция – это, прежде всего, один из основных мотиваторов движения вперед. Чем больше и плотнее конкуренция, тем больше ты будешь думать над тем, как создать действительно уникальный продукт. И на выходе от конкуренции выиграет, прежде всего, кто потребитель. Павел Викторович, в какой момент появляется чувство «я в бизнесе состоялся» или вы еще с таким не сталкивались? Мне кажется, такое чувство появляется, когда ты зарабатываешь первый рубль. И очень важно, чтобы, кроме того, чтобы просто появилось это чувство, надо все-таки еще трезво и критично смотреть на то, что ты из себя представляешь, и что представляет из себя твоя компания. Очень важно понимать, что зарабатывать деньги в бизнесе очень легко зазвездиться. И вот критично оценивать то, чем ты занимаешься, вот это вот очень важно. Наталья Шульга, Денис Прошин, Севастопольское телевидение.